Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ирина Джуэва. Коротко о главных событиях 24 августа. Как готовы к первому сентября школы и детские сады? Какова ситуация с поставкой ГСМ? Руководители министерств и ведомств отчитались на еженедельном совещании президента республики. Настоящий праздник для граждан и гостей республики. День признания независимости республики Южная Осетия Российской Федерации будет отмечаться с размахом. Ремонт осуществлен, все условия созданы. Школа-интернат готова принять учащихся к первому сентября. Проблемы поставок горюче-смазочных материалов в республику, подготовка средних и дошкольных учреждений к новому учебному году, эти и другие актуальные вопросы обсуждались на еженедельном совещании президента республики Леонида Тибилова с членами Кабинета министров, руководителями городских и районных администраций. Репортаж Елены Газаевой. На совещании были подняты вопросы, которые обсуждались на предыдущих совещаниях, но до сих пор остались нерешенными. Президент интересовался, как выполняются поручения и обязательства, данные председателем правительства на прошлом совещании. В частности, снова зашла речь о поставках ГСМ в республику. Глава государства поставил вопрос, чем связаны проблемы с ГСМ, что нужно для их устранения, каков оборот средств и какие меры необходимо предпринять, чтобы нефтебаза заработала в полную мощь. Министр экономического развития Вильям Загоев рассказал о причинах повышения цен на ГСМ и о шагах, предпринимаемых для исправления ситуации. Когда мы закупали топливо по цене 40 рублей за килограмм, у нас себестоимость всего выходила порядка 35 рублей. Но мы не дали возможность предприятию, чтобы они повысили цены. Мы также продавали за 33 рубля, что предприятие несло убытки в размере 2 рублей от продаваемого топлива. И ввиду того, что мы сегодня закупили по новой цене, цена дешевле на 5 рублей, мы оставили цену такую же, 33 рубля, чтобы предприятие за счет заработанных сегодня денег покрыло убытки, которые она понесла за счет того, что дорогое было топливо. И я думаю, что месяц-полтора, если цена не изменится, мы будем продавать по 33 рубля. И если отпускная цена завода не изменится, то мы снизим цену на топливо, который будет продаваться на заправке Югосет нефтебазы Тигева, кредит в 6 миллионов был полностью погашен. Но для бесперебойной работы необходимы финансовые средства, так называемые НЗ, которые будут на счету нефтебазы. На сегодняшний день задолженности у министерств и ведомств перед нефтебазой нет. Президент отметил, что нефтебаза – государственное предприятие и существует необходимость в его поддержке. Какие работы проведены Министерством образования и как готовы школы и дошкольные учреждения к началу нового учебного года? Первоочередные вопросы накануне 1 сентября. Министр образования Наталья Гасева рассказала о готовности образовательных учреждений города и районов к новому учебному году. В числе прочих был затронутый вопрос Завской школы-интернат, где в прошлом году случился пожар. По словам Владимира Келехсаева, главы администрации района в школе-интернат идет активная подготовка к началу нового учебного года. Снова затронули и проблему молочной кухни, которая по сей день не функционирует, тогда как детские сады нуждаются в качественной молочной продукции. Президент дал поручение проработать все эти вопросы и к концу недели предоставить исчерпывающую информацию. На совещании шла речь о так называемых бесхозных объектах, расположенных как на территории города, так и в районах республики. Глава администрации города Схенвал Алан Алборов проинформировал о том, что госимуществом переданы на баланс города четыре объекта. Это здание бывшей труб колонии по улице Остинская, обшитие на БАМе, бывшая семенная лаборатория и жилой дом, также относящиеся к бесхозным по улице Остинская. Проблема бесхозных зданий существует и в районах республики. Было отмечено, что их также необходимо в первую очередь принять на баланс. Кроме того, обсуждалась организация работы ЖГХ районов, работа над бюджетом на следующий год и ряд других проблем. Елена Газаева, Александр Кочиев, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов поздравил ректора Югостинского госуниверситета Вадима Тедеева с 50-летним юбилеем. Во время встречи главы государства с юбиляром был зачитан указ президента о присвоении Вадиму Тедееву почетного звания заслуженного деятеля науки Республики Южная Осетия. Вручая награду юбиляру, Леонид Тибилов отметил, что Вадим Тедеев вносит большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров для республики. Касаясь его работы в качестве руководителя вуза, глава государства подчеркнул, что за небольшой срок своего ректорства ему удалось сделать очень много. В должности ректора нашего университета успели многое, это уже заметно, это замечают и рядовые люди, естественно, я как президент страны отмечаю тот позитив, который наблюдается в жизни нашего университета. Вы знаете мое отношение к образовательным учреждениям. Леонид Тибилов добавил, что как глава государства он уделяет особое внимание системе образования и ценит вклад ректора Юго-Синского государственного университета Вадима Тедеева в дело развития и укрепления этой сферы. Я думаю, что под вашим руководством наш профессорство преподавательский состав университета еще немало сделает. В конце сентябра получаем проект нового здания нашего университетского комплекса и к концу года мы уже начнем работать по реализации этого пункта инвестиционной программы по строительству комплекса. И наше будущее молодое поколение будет учиться уже в их условиях. Вадим Тедеев в свою очередь поблагодарил Леонида Тибилова за поздравления, подчеркнув, что и впредь он будет прилагать все усилия, укрепляя и умножая успехи вуза. Зарина Кочева, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня. Больше недели практически все выпуски новостей мы начинали с ситуации на Транскаме. Напомним, что вследствие камнепада трасса функционировала в ограниченном режиме. Были периоды и полного прекращения движения автомобилей. Между тем, конец августа, время окончания отпусков, каникул. Многие наши сограждане и гости республики с напряжением ждали информации с трассы. Многие старались прорваться, несмотря на предупреждения. Руководство Южной Осетии и Северной Осетии Алании, МЧС двух республик, работали в интенсивном режиме, расчищая трассу. В настоящее время Транскам функционирует без всяких ограничений. На сегодняшний день дорога у нас безопасная, нормальная, по обездной участок вот этот, она работает и функционирует днем и ночью в обычном режиме. Была очень серьезная и сложная ситуация. Были привлечения все силы и средства, чтобы наладить движение по Транскаму. Но когда этого не удалось, всеми силами это дорожная служба. Спасибо им огромное. Они очень многое сделали, конечно, работали днем и ночью. Но когда это не удалось, то было принято решение дорожной службы проделать обездную, новую дорогу. Проложил новую трассу, можно так сказать, на этом участке. Но главная дорога, которая, главная трасса по трассе, которая есть, она будет параллельно ремонтироваться, делаться. И когда она будет уже в нормальном состоянии, то движение перенесут на обитновенный режим движения по той же, по старой трассе. 26 августа, 7 лет назад, стало одной из самых знаковых в истории всего осетинского народа. Впервые после многих веков и благодаря многолетней самоотверженной борьбе народа Южной Осетии, факт осетинской государственности был признан мировой державой, постоянным членом ООН Российской Федерации. Значение этой даты трудно переоценить. И для каждого из нас, для всех жителей Южной Осетии, свое 26 августа. У Южной Осетии много знаменательных дат. Среди них 26 августа. С тех пор мы с твердостью можем говорить о том, что Осетия действительно независима. 26 августа – это, естественно, знаменательный день для всей республики. В том числе для меня лично. 26 августа – это день признания России Южной Осетии как независимую республику. Прекрасно помню в тот день, когда Россия провозгласила признание республики Южной Осетии, как радовался мой народ. Помню, как с флагами выезжали и радовались этому событию весь народ республики. 26 августа – для всех большой праздник. Этот день должен отмечать весь народ Южной Осетии. Это радостное событие для каждого из нас. Седьмую годовщину признания Южной Осетии Российской Федерации ознаменуют праздничные торжества. В честь праздника проводится выставка художников Юга и Севера Осетии «Европа глазами осетин», которая пройдет в фойе киноконцертного зала «Чермен». Здесь же пройдет торжественное собрание в честь семилетия независимости республики с участием общественности и руководства страны. Праздничные торжества, концертные программы пройдут как в столице республики, так и во всех районах. После торжественного собрания у нас выступает на сцене с праздничным концертом, с любовью к России, с пожеланиями и с признанием в любви России наш государственный ансамбль песни и танца «Симт». А вечером всех старожилов и всех жителей Цхинвала и гостей Цхинвала мы хотели бы забрать с собой в путешествие в Старый Цхинвал. Это открытие фонтана «Фатима». Реализатор идеи Юрий Битеев готовит для нас хорошую программу, и мы побываем с вами в том родном старом Цхинвале, который так мы с вами все любим. И после всего этого небо над Цхинвалом озарится праздничным салютом. Осталась неделя до начала нового учебного года. В дошкольных и средних образовательных учреждениях идут последние приготовления. Многое сделано, проведены ремонтные работы, закуплен необходимый инвентарь. Остались последние штрихи, и школы распахнут свои двери 1 сентября. Эльвира Дебилова продолжит. Последняя неделя интенсивной подготовки школ к новому учебному году. Завершаются ремонтные работы, составляются учебные планы. Многое уже сделано. Оставшиеся подготовительные процессы дорабатываются. В 9-й средней школе после завершения частичного косметического ремонта преподаватели приступили к уборке помещений. Часть затраченных на ремонт денежных средств была выделена государством, а остальную собрали члены родительского комитета. Родители также помогли и рабочей силой, сами осуществив покраску стены и полов. В новом учебном году 9-я школа примет 20 первоклашек. Цифра приличная, и это не окончательное число. Мы принялись за ремонт. Государство нам предложило небольшие средства. Помимо этого мы с помощью родителей отремонтировали на третьем этаже почти всеклассные помещения. На втором этаже у нас класс до первого класса уже почти готов. В прошлом году был запрос с Министерства образования на недостающиеся книги. И этот список мы тоже им отправили. Я надеюсь, что нам пришлют те учебники, которые нам нужны. В третьей средней школе тоже осуществлен частичный косметический ремонт. Денежные средства на ремонтные работы были выделены администрацией города. Помимо покраски стены и полов некоторых из помещений, для образовательного учреждения заново проводят новую водопроводную сеть. В школе заменили и парадную дверь. Приятным подарком для них стала замена окон в спортивном зале. Отопительная система была заменена в прошлом году. Однако старые окна не удерживали тепло. Теперь же занимающимся физической культурой холод не страшен. В спортивном зале, как сказала директор школы Мадина Бестаева, теперь осталась только одна проблема – ремонт пола. Последний раз он ремонтировался около 50 лет назад. Плохое покрытие отражается на занятиях. Учащиеся постоянно спотыкаются о дырявый пол. Поэтому работа в зале осуществляется только на 30%. Большой дефицит в школе и с учебниками. Не хватает учебников по истории Осетии, культуре и традиции Осетии, истории России и биологии. И если дефицит российских учебников еще кое-как можно объяснить, то никак нельзя понять нехватку учебников по родному языку и литературе, истории и культуре Осетии. Каждый год наша типография, которая способна напечатать качественную продукцию, получает заказ на большое количество книг, необходимость которых с учетом дефицита по-настоящему нужных вызывает много вопросов. Дефицит учебников – проблема не только третьей школы. А вот качество первоклассик радует. В этом году по неокончательным подсчетам порог школы их переступит 24. Более масштабные ремонтные работы осуществлялись в 11-й средней школе, так как они проходили в рамках инвестиционной программы на этот год. К новому учебному году мы готовимся почти крупномасштабно. Убираем свои классные помещения. В этом году у нас много нового. Школа преобразилась. Школа отремонтирована. Частично капитально отремонтирован актовый зал, спортзал. А текущий ремонт тоже сделали учительскую, привели в порядок. Лестничные клетки у нас были в плохом состоянии, тоже привели в порядок. Покрасили классные помещения. Помимо частичного ремонта первого и третьего этажа, для школы было закуплено новое оборудование и инвентарь. Шкафы и столы для кабинетов, компьютер. Для классных помещений – парты, стулья и 10 ноутбуков. Новым инвентарем будет оснащена и столовая школы, и спортивный зал. Спортивный зал полностью оборудовали, все завезли. Завезли также для кабинета физики, для кабинета химии, какое-какое оборудование, для музыки, для мероприятий. Завезли всякое музыкальное оборудование. Ну, все, что надо было, мы почти завезли. А двор школы Баши приведен полностью в порядок, благоустроен, с новыми площадками, с современными всякими оборудованиями. Есть снаряды спортивные, где будут заниматься дети. Ремонтные работы осуществляла местная фирма БАДУ. Осталось покрасить ограду и озеленить территорию школы, что будет сделано до 1 сентября. Великобритании Билова, Арнольд Харебов, информационный выпуск «Сегодня». В школе-интернат к новому учебному году произошли приятные перемены. Освободились помещения, которые раньше были заняты структурами парламента. Теперь школа-интернат, которая стала для многих воспитанников вторым домом, не просто станет намного комфортнее и уютнее, но и более приспособленной для воспитательных учреждений подобного профиля. Откроются новые кабинеты. Кроме этих нововведений проведены основательные ремонтные работы по всему зданию. Репортаж Яны Плиевой. Пока еще пустые кабинеты и коридоры через неделю заполнятся радостными детьми. В школе-интернат сразу после окончания учебного года начались ремонтные работы. По всему периметру здания фасад был обложен плиткой, которая защищает от сырости первый этаж. Кроме того, после освобождения второго этажа здания служебных помещений парламента и Министерства образования, которые там размещались временно, отремонтированы все рабочие и спальные кабинеты. Такое расширение, появление дополнительного крыла позволило существенно улучшить условия. Уже с нового учебного года расширялся возможности школы-интерната. На всем этом крыле будут располагаться дети с ограниченными возможностями. Здесь будут и кабинеты психологов и логопедов, которые смогут проводить с детьми уже индивидуальную работу. Работа с такими детьми требует дополнительных условий. Воспитательная часть предполагает разнообразные игровые и обучающие уроки. Как говорят сами педагоги, теперь их работа станет более эффективной. Мы были на первом этаже, располагались, то есть при интернате мы были открыты, входили в интернат. Сейчас нам выделили отдельное крыло, чему мы очень рады. Для каждого специалиста будет отдельный класс и, естественно, уже работа тоже пойдет более продуктивно. На сегодняшний день в Министерстве образования и науки находятся более 10 заявлений для зачисления в первый класс школы-интернат. 12 детей уже автоматически зачислены после подготовки в дошкольной группе. Желание родителей по определению ребенка в школу-интернат проходит через Министерство образования. Комиссия, которая определяет стены нуждаемостей родителя и ребенка, и, соответственно, уже решает определить ребенка, то есть решить вопрос положительно или приглашить обычную образовательную школу. В первый класс у нас контингент на сегодня 12 человек. 12 человек пойдет в первый класс. Часть уже прошла. Часть этого контингента – наши воспитанники дошкольной группы, которые автоматически участвуются в первый класс. Для социально незащищенных детей, которые в большей степени нуждаются в помощи, уже закуплена школьная форма. Кроме того, по договоренности с одним из книжных магазинов к новому учебному году на 80 тысяч рублей привезут учебники для обновления школьной библиотеки. Каждый год все воспитанники школы книги на весь учебный год получают бесплатно. Школа рассчитана на 158 детей. В этом году ожидается, что учащихся будет больше. Поэтому уже сейчас идет подготовительная работа и в пищеблоге. Всех воспитанников необходимо обеспечить вкусной и полноценной едой. В новом учебном году, благодаря подарку, сделанному школе-интернат от сотрудников госохраны, в здании будет и горячая вода. 115 рублей, которые выделяются на одного ребенка с 2011 года, никак не удовлетворяют уже. С учетом обещения цен на продукты инфляции. И вот, например, меню на 2011 года, продублированное на сегодня, уже обходится более 160 рублей. Но правительство рассматривает возможность увеличения ассигнований на федско-питание. Я думаю, что в сентябре это вопрос тоже положительно решится. Как и в предыдущие годы, на базе школы-интернат вновь откроются разнообразные кружки для общего развития учащихся. Танцевальный кружок, кружок ройки и шитья, настольного тенниса и многие другие. Школа-интернат становится для многих родным домом. Воспитатели и директор, следя за судьбой своих воспитанников, помогают им. Из восьми выпускников прошлого года семь поступили в Юго-Синский государственный университет. Один служит в силовых структурах. Им на смену придут новые. И школа-интернат готова к приему. Даже украшенный актовый зал после закрытия лагерной смены готов к торжественной линейке. Яна Плево, Замат Худзиев, информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 25 августа. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 25 августа. В районе переменная облачность, дождь. Днем температура воздуха плюс 22, ночью плюс 13. В городе Квайса также переменная облачность, дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью плюс 10.